Я был обычным человеком, я жил в избушке, ел землю. У меня родилась идея, что надо собрать всех и чему-то научить. Все форумы говно. Что из прикольного проекта, который должен был обучать людей, вышла достаточно серая посредственность, которая нужна для оплаты ваших счетов. Здорово, что наконец люди не лижут друг другу жопы на подкасте, а действительно что-то острое спрашивают. Ребятки, привет! Это подкаст «Путь». Сегодня у меня интереснейший гость, который приехал из Владивостока в Москву и, на мой взгляд, покорил этот город. Алексей Зорин. Да, привет. Ну, слушай, во-первых, спасибо, что позвал. Не так часто меня куда-то зовут, хотя зовут, но я обычно отказываюсь. Мало к кому можно в последнее время прийти, чтобы не было стыдно. С тобой мы знакомы, так что спасибо, что позвал. К тебе прийти не стыдно, поэтому я тебе благодарен. Ну и сразу ремарочка. Из Владивостока я приехал уже 4 или 5 лет назад. Интересно, начало твоего пути, потому что сейчас многие, кто будут смотреть, они знают, что ты один из основателей Season Education, ты один из основателей, ну и главный основатель дизайнерской студии по сайтам для ивентеров, которые пользуются огромной популярностью у топовых топов, которые только есть у нас. Но все это с чего-то начиналось. Так вот, хочется узнать, как обстояла твоя жизнь во Владивостоке и почему ты решил перебраться в Москву. Слушай, это на самом деле безумно скучная история, которую я попробую рассказать чуть поинтереснее, но я расскажу быстро, иначе затянется. Да как у всех, ну все как у всех. Я сначала, я был обычным человеком, я жил в избушке, ел землю, как там обычно такие истории биографические начинаются. Да нет, все просто. Я в Владивостоке работал сначала иллюзионистом, был такой период времени у меня, потом я переквалифицировался в ведущего, где-то вот 5 лет я в большом Владивостокском, приморском шоу-бизнесе прожил, после чего перебрался в Москву, пожил в избушке, поел землю здесь, и вот сейчас мы разговариваем с Владимиром Ереминым, чему несказанно рад. Это простой, последовательный, совершенно без каких-то изысков и интересных историй путь, который на самом деле не стоит того, чтобы как-то на нем особо зацикливаться. Хорошо, тогда давай сразу же про Москву. Ты приехал в Москву, и мы как раз познакомились с Лешей, работая вместе у основателя ТОП-15, у Олега Белецкого. Леша как раз занимался тем, что вел Инстаграм ТОП-шоумен. Как ты попал к Белецкому? Ох, слушай, такой краеведческий музей у нас пошел, ну давай, давай, да, войдем в историю биографично. Я когда только переехал, у меня здесь несколько друзей было, немножко, но они были хорошими, спасибо им за это большое. Был Сережа Войнов, он сейчас довольно востребованный иллюзионист, и он был с Олегом знаком. Насколько я понимаю, по крайней мере, тогда были отношения у них неплохие, может быть и сейчас. Сережа, меня, спасибо тебе, Серега, огромное, я познакомился с Олегом. В общем, я приехал к Олегу в офис, вроде как тогда нужна была какая-то помощь. Это, можно сказать, было такое собеседование, очень теплое, очень приятное, за что уже спасибо Олегу. В общем, получилось так, что я мог быть полезен и оказался полезным как раз в ТОП-шоумене. Я писал статейки, я вел Инстаграм, ну в общем, что-то еще по мелочи делал. Но, на самом деле, это была очень интересная, приятная работа. Во-первых, сама по себе она была интересна, и на тот момент мне было интересно еще что-то писать про ведущих, а в целом про ведение. Ну и в первую очередь было интересно, конечно, поработать с Олегом. Он очень много у меня научил, очень я ему за это благодарен. Олег, спасибо тебе еще раз. Я прям многих благодарю, да, получается, сегодня. Вот так мы по-доброму начали. Многие просто, кто посмотрит подкаст, это, скорее всего, те люди, которые либо находятся в начале пути, либо они уже достигли какого-то потолка в регионе. Но им очень страшно перебираться в Москву, потому что это прыжок в неизвестность. И просто приехать и сказать о том, что я ведущий, ну или там заняться глупостью тотальной и начать спамить агентством в Инстаграм, но это не имеет смысла никого в 2022 году. Поэтому хотелось бы узнать именно, как у тебя получилось выйти на тот уровень, на котором ты находишься сейчас. Ну самое вообще в любой сфере в нашем недо-шоу-бизнесе в первую очередь самое важное, что может быть, это связи и знакомства. В общем, все, что вам надо сделать в первую очередь, какими-то связями, какими-то знакомствами, так или иначе, через какие-то рукопожатия обзавестись. Если вы действительно задались целью перебраться в Москву, хотя, в общем, подумайте несколько раз, действительно ли это ваши цели, действительно ли вам это надо, если вы все-таки принимаете для себя, что вам это необходимо, тогда сначала съездите несколько раз с кем-то, просто познакомьтесь и подружитесь. Переезжать в другой город, который, в общем, гораздо больше, гораздо выше, гораздо масштабнее, с какой-то более такой сложной матрицей, он очень давит с непривычки. Ну, ты смотришь, вокруг тебя небоскребы вместо каких-то пятиэтажек, вокруг тебя там салоны Гуччи или даже тот же Макдональдс вместо крошки картошки и там Тирановы, да? Это давит, это непросто. Сначала это может быть интересно, но потом, когда ты уже перестаешь замечать этот глянец, это ложится таким тяжелым грузом, с которым надо справляться и к которому надо адаптироваться. Поэтому лучше, чтобы эта адаптация прошла аккуратно. Съездите несколько раз, погуляйте, привыкните, поживите недельку, съездите на какой-то форум, с кем-то познакомьтесь. Ну, привыкните к месту, а потом уже начинайте его покорять. Ты говоришь, съездите несколько раз, познакомьтесь. Именно у тебя, как это было, кто вот помимо Сережи стали твоими такими путеводителями? Как ты знакомился? Слушай, у меня вообще так... Да, я поудобнее седу, во-первых. Давай. У меня история началась вообще не с ивента, за что спасибо моей судьбе. Я в Москву изначально переезжал вообще поступать на актерское много лет назад. Я подавал заявки МХАТ, ВГИК, Щука, Щепка, по-моему, что-то еще, а может быть и все. Ну, неважно. Я подал заявки, приехал сюда на первые отборочные туры. Вообще в актерские вузы происходит поступление посредством нескольких отборочных туров. По-моему, их или четыре, или пять. Ты приезжаешь, сначала проходишь первые два тура разной степени серьезности. После чего ты, если их прошел, уезжаешь обратно к себе, откуда приехал. И через два месяца, в конце августа уже, или в серединке, приезжаешь обратно проходить оставшиеся два-три. И вот я приехал. Прошел... Не так. Сначала я приехал за какое-то время несколько раз как раз познакомиться с Москвой, о чем я только что рассказывал. Потом я уже приехал на отборочные туры. Я прошел в Щуку. Меня в первых четырех, там, хат, в гиг, щепка, какой-то еще был. Меня практически послали, мол, я ни на что не способен. А в последнем, это как раз была Щука. В общем, я приглянулся. Я прошел первые два тура. И меня очень попросили приехать еще в августе, пройти оставшиеся. В общем, у меня были все шансы поступить. Но я не приехал. Так получилось. Почему не расскажу. Но, в общем, мое знакомство с Москвой, мое привыкание, наша дружба началась вот как раз с этой актерской скамьи. Хотя я довольно долго готовился. У меня были актерские курсы. Я занимался с двумя преподавателями. Один по сценической речи, второй по актерскому мастерству. Уже индивидуальный у меня был. У меня был очень классный, кстати, Владивостоцкий, по-моему, вот классный такой мужик. Он, по-моему, заведовал каким-то театром Владивостоцким одно время, но ушел в преподавание. Очень такой прикольный дедочек, я бы даже сказал. Я забыл, как его зовут. Вот надо будет вспомнить. Вот он со мной занимался. Он придумал такую фишку, что я должен был рассказывать на поступлении басню про стрекозу и муравья, но как бы в современной обработке, которую мы с ним набросали, где стрекоза – это, в общем, такая девушка легкого поведения, такая путана от мира насекомых, а муравей – это вот такой грузин, который, в общем, обладает всеми стереотипами, которые связаны с грузинами. И вот я отрабатывал, репетировал эту басню в такой форматности, и, в общем, именно из-за этого в первых четырех вузах меня послали куда подальше, и именно из-за этого в щуке меня приняли с распростертыми объятиями. Вот, поэтому потом перебраться уже было не так сложно. Я в это время с кем-то здесь познакомился, из Владивостока у меня друзья сюда перебрали, Сережа в том числе, и, в общем, я так плавно, аккуратно вошел, как ножик в масло. А как ты здесь начал вести? Да, очень тяжело я здесь начал вести. Слушай, вот здесь за кадром я тебе рассказывал, как раз один из первых ребятам тоже расскажу. Заказов в Москве у меня был заказ в Питере, двухдневный форум кальяной индустрии, который я в экспофоруме проходил, где мне платили 20 тысяч, и при этом я сам оплачивал себе перелеты и проживание, ну и питание, в общем, все, что необходимо, я оплачивал себе сам. В итоге я там что-то около ну 7-8 тысяч только себе вынес, и был счастлив, что самое интересное. Вот так вот это происходило. Не, вообще это было классное время, когда я только перебрался, у меня тогда очень сильно горел огонь в глазах, очень сильно и совершенно необоснованно было ощущение вот этой какой-то новой жизни, какого-то задора, какого-то перерождения, я бы даже так сказал. Я переехал как раз 4 января, я решил, что я лучше не летом переберусь, как многие, не в то время, которое подталкивает тебя ходить по парку, у Горького попивать газировку и, в общем, созерцать здание Минобороны через реку, а вот во время, когда тебе, в общем, нечего делать, кроме как сидеть и что-то там писать и думать. Вот я перебрался зимой 4 января, и это вот была зима, когда шел феноменально красивый крупный снег практически каждый день, причем это была не метель, а именно вот такие крупные разлапистые хлопья, которые в безумно красивой иллюминации московской новогодней, которая тогда была особенно красивой, переливался, и, в общем, это такая шикарная зима была, вот такая чисто декоративно очень красивая, подкрепленная моим огоньком в глазах, это было очень классное время. Я тогда на Мариной роще жил с еще двумя ребятами, в общем, в неплохой квартире, не премиальной, то, что называется, но какая-то она была уютная, что ли, с балкончиком очень классным, на котором мы постоянно выходили курить. Это было здорово, это было классное время, и вот тогда я довольствовался вот такими заказами за 20 тысяч в Питере, которые постепенно, постепенно, посредством разных действий, разных знакомств, долгих терзаний, мытарств, пота, крови, стиснутых кулаков и сжатых зубов постепенно начинали как-то улучшаться. Если рассматривать твое вот видение, ты его смотрел на него как на творчество или как на какой-то бизнес-процесс, который можно выстроить так, чтобы у тебя был постоянно приток заказов и появились средства к существованию в новом городе. Значит, это вот какой-то страшный миф, какая-то ошибка сознания про то, что ведущий занимается каким-то творчеством. Вот давайте мы про это забудем. Никаким творчеством ведущий не занимается. Вот никакого созидания в этом нет. Мы ничего не созидаем, мы ничего после себя не оставляем. Вообще, это довольно бессмысленное занятие. Вот без нас прекрасно можно обойтись. И что ключевое, мы совершенно ничего не созидаем. Без врачей нельзя обойтись, без учителей нельзя, без журналистов нельзя. Много без кого обойтись нельзя. Без ведущих прекрасно обходились очень много лет самые разные страны и культуры, и наши в том числе, и будут обходиться когда-то в дальнейшем. Но вот мы такой атрибут современной моды. Можно так нас обозвать. И относиться к этому можно только либо как к бизнесу, либо как к чему-то менее серьезному, но точно не как к творчеству. Для меня это было, остается абсолютно совершенно, и на сегодняшний день, исключительно средством пропитания. Как и абсолютно для всех других ведущих. Что бы они ни говорили, с какой бы там метафизической, творческой, сентиментальной стороны они про это не рассказывали, исключительно для всех это средство пропитания. Хорошо. Хотя, в общем, я не... Здесь важно, наверное, добавить ремарку, совершенно не исключаю, что это может нравиться, ты можешь получать от этого удовольствие. В общем, я бы нашел способ пропитания какой-то иной, если бы я от этого удовольствия тоже не получал. Но не надо вокруг ведения создавать орел чего-то большего. Это такой промежуточный этап, который надо пройти и заняться чем-то действительно стоящим. Хотя это классно оплачивается. Ты прям говоришь, как батя мой, займись чем-нибудь стоящим. Владимир, я не говорю, что ведение ничего не стоит. Оно стоит довольно дорого, и люди эти деньги нам с тобой платят. Это стоящая вещь, но не надо ее превозносить. Окей. И тогда из этого вытекает следующий вопрос, достаточно логичный. Если ведение – это просто средство для пропитания, и ты все рассматриваешь с точки зрения бизнеса, мне интересна твоя точка зрения по этому поводу, у тебя появился форум, которым знает вся Россия. Это Season Education. Не только Россия, все страны СНГ тоже. Вот. И как раз таки расскажи, пожалуйста, как зародился этот форум, как вы пришли с Сережей к тому, чтобы его создать, и с чем столкнулись вообще, с какими трудностями? Да, вот давай я начну с того, что к ведению, как к бизнесу, я, кстати, не отношусь, хотя это моя в каком-то смысле ошибка, к этому надо относиться, как к бизнесу. Как к бизнесу, я отношусь как раз таки к своим проектам. К форумам, про которые мы, видимо, сейчас с тобой поговорим, к которым я уже отношения не имею, и к тому, что, в общем, я делаю сейчас, но о чем вы все пока еще не знаете. Season Education зародился довольно интересным способом. Я вот, это получается, уже три года назад был, а в какой-то момент почувствовал какую-то вибрацию профессиональную, что вот есть запрос на то, чтобы, во-первых, поболтать с ведущими, которые тебе нравятся, но которым у тебя нет доступа, и чтобы узнать что-то новое. Это было не то время, которое сейчас, когда у каждого второго человека свой курс, свой форум, свой тренинг, что-то еще. Это, в общем, тогда была еще совершенно не выжженная земля, и этот запрос, он существовал. Я это почувствовал, как оказалось, это было действительно так, что подтвердили люди, которые пришли. У меня родилась идея, что надо собрать всех и чему-то научить. Я сам научить тогда уж точно ничему не мог, но знал людей, которые научить могут. Так получилось, что рядом был Сережа Зайцев, с которым мы, собственно, вместе реализовали эту задумку. Я предложил ему сделать это совместно, он согласился какими-то нашими коллективными усилиями. Идея была немного докручена, модифицирована, несколько раз поменялась в процессе, и, в общем, пришла вообще в ноль. Это получился самый обычный с какой-то точки зрения концепции проект, но, в общем, довольно интересный. В первый раз у нас сколько-то, 500 с чем-то человек собралось, во второй раз, это, кстати, как раз после первого нашего проекта, через буквально 7, по-моему, дней объявили карантин. Мы вот так проскочили, и мы уже в карантин, когда в какие-то там окошки, когда что-то как-то более-менее можно было делать, и все еще было не так, тиски еще не сильно сжимались, мы сделали еще два форума, один у нас собрал в разгар карантина 250 человек, а второй, когда он как раз пошел на спад, уже, по-моему, мы собрали 300 человек. Ну, и зафиналили мы нашу сезон-эпопею, форумом, который прошел в прошлом году, в «Известиях о холде», мы собрали что-то около 600 человек. Какие были отзывы от людей? Просто я видел в вашем инстаграме, что все очень хвалили, но я был сам участником твоих форумов. Ты очень сильно помогал нам, да, в определенных вопросах. Спасибо тебе. Но, и есть момент, у меня, наверное, я скажу, за многих сейчас людей, эдакая претензия. Давай, вали, вообще не вопрос. В общем, форум был составлен так, когда собираются много людей с регионов, со всей России, и они приезжают поучиться чему-то новому. Но, кстати, на последнем форуме было такое, что зачем-то там нам рассказывали про крипту, лили очень много воды, и это было настолько бессмысленно, и бесполезно, и, ну, зря потраченные деньги. Такое ощущение сложилось у меня, такое же ощущение сложилось у многих ребят, но которые не могут об этом сказать, но они будут сидеть со своей компанией и обсуждать, и очень недовольны. Вот. Как вы вообще пришли к такому, если можно так сказать, наплевательскому отношению, что, ну вот, да, расскажем, про крипту этим ребятам, вот есть спикер, пусть говорит, как так вышло? Что из прикольного проекта, который должен был обучать людей, вышла достаточно серая посредственность, которая нужна для оплаты ваших счетов. Да, смотри, давай я... Офигенный вопрос, господи. Как здорово, что, наконец, да, люди не лижут друг другу жопы на подкасте, а действительно что-то острое спрашивают. Круто. Давай я отвечу... Ну, тут два вопроса, на самом деле, скрыто в том, что ты спросил. Первое касательно того... Касательно последнего форума и в целом касательно проекта. Значит, я начну с того, что этот форум зародился тогда, когда я сам еще особо немного понимал, на самом деле, ни про ведение с чисто технической точки зрения, ни про то, как вообще устроена индустрия, какой бизнес здесь можно делать. Это был проект, который обучал не только тех, кто к нам приезжал, но в первую очередь тех, кто его создавал. Ну, по крайней мере, меня уж точно. Это была вот такая практика, такой экзамен, можно так это назвать. И многие вещи я постигал. И касательно того, какой контент надо давать, как это надо давать, кого надо приглашать, как организовать какие-то сугубо технические процессы на площадке и так далее, это было образование, в первую очередь, для меня. Это, во-первых, то есть какие-то ошибки, какие-то оплошности, какие-то огрехи, не те спикеры, отсутствие воды на площадке в нужный момент, сбитый тайминг, что-то еще. Это, разумеется, было, это, разумеется, плохо, но это естественное следствие того, что мы обучались, как создавать подобные форумы по ходу дела. У нас не было какой-то практики до этого. Что касается последующего форума. Во-первых, здесь важно заметить, что все-таки, несмотря на серую обыденность, в которую это абсолютно точно, вне каких-либо сомнений превратилось в конце, люди от форума к форуму приходили к нам вновь и вновь. Первый, повторюсь, собрал 500, тот самый последний у нас собрал что-то около 600. Мы не потеряли в людях, мы их приобрели. Но, тем не менее, уровень проекта, разумеется, стал ниже. Вместе с этим стали приезжать люди с другим запросом. Люди, которые приезжали на какой-нибудь второй форум или на третий, приезжали совершенно с другими вопросами. Им были нужны совершенно другие ответы, нежели людям, которые приезжали на последний форум. Это во-первых. А теперь мы подходим к вопросу, почему же все-таки серая обыдельность. Но здесь две проблемы. Первое, очень тяжело делать что-то новое в нашей индустрии в рамках старого формата. Его надо было перерождать, его надо было менять, надо было что-то делать, чтобы была возможность привозить других спикеров, и они были интересны. Мы стали заложниками формата, вовремя его как-то не переделали, и поэтому это стало довольно-таки блекво. Ну, а во-вторых, почему я сейчас не имею отношения к Season Education, почему я не имею отношения к Energy, у нас определенного рода я-то все-таки чему-то научился. У нас были формы, повторюсь, во средствах которых я тоже учился и набирал некое знание, которое должно было потом давать некий результат. И вот в определенный момент я, в общем, добрал его до того уровня, что у нас получились ну, у нас сложилось раз, давай аккуратно буду говорить, все-таки с благодарностью к людям, с которыми мы вместе все это делали, у нас сложилось разное видение того, какое качество проекта должно быть, как он должен быть организован, что именно в рамках проекта должно монетизироваться. Это очень хреновая история, что мы монетизируем проект посредством выступления человека, который рассказывает про крипту. Но все-таки нас, я не один человек и не одно лицо, которое принимает решения, поэтому были определенные компромиссы. Я могу прокомментировать, что человек, который рассказывает про крипту, это плохо. Но, тем не менее, он рассказывал. Я понимал, какую вы собрали аудиторию. Во-первых, я считаю, что, ну, простите, ребята, но ведущие далеко не самые образованные люди. Так вышло, особенно из регионов. И когда, допустим, выходила спикер Лёля, та, которая участвует в игре, звездный спикер, та, которой можно было задать вопросы. Лёля Гущина из Туиссоюз, да? Да. И ей задавали очень глупые вопросы по типу, Лёля, а как научиться петь? Лёля, а вот как там Масляков в КВН настоящий? Ну, то есть, и это никак вообще не модерировалось вами, создателями этого всего. И это превращается... Смотри, я понимаю, к чему ты клонишь. Давай я добавлю к тому, что я сказал. Помимо, опять же, того, что этот проект, который меня лично многому научил, который в моей персональной аллее славы останется яркой звездой, это проект, за который... Вот я сейчас про последний форум уже говорю, давай, не про проект форум буду говорить. Последний форум это событие, во время которого я очень часто краснел за кулисами. Очень часто. И то, что я старался сделать определенный набор действий, чтобы мне приходилось краснеть поменьше. Но у меня всего две руки. И поэтому пятого форума с моим, по крайней мере, участием не предвидится. Предвидится кое-что другое, уже не связанное с обучением совершенно, под моим персональным началом, что, возможно, вы скоро узнаете. Это очередная претензия на самом деле. Давай, давай, топи. Когда выходили звездные спикеры, они были совершенно не подготовлены. Допустим, Борщова выходила, она не была подготовлена, она абсолютно наплевательское отношение. То же самое и Лёля. выходила, была заявлена определенная тема у неё, она о ней совершенно не говорила, а просто вышла. Ну, ладно, можете позадавать мне вопросы. И всё это превратилось в скучнейший винегрет, подкрепленный глупостью идиотских вопросов от ведущих. Почему с этим ничего не было сделано? Почему вопрос вот в чём? Почему вы не проконтролировали темы спикеров или хотя бы там с ними не созвонились и не попросили их подготовиться хоть как-то? Значит, смотри, мне очень, на самом деле, неприятно, что, в общем, всё, что происходит с проектом, всё, что с ним связано, всё, что происходит вокруг него, это, безусловно, моя зона ответственности. Потому что я основатель и человек, который в какой-то момент эту зону ответственности на себя взял. Но я настаиваю на том, что я ответственен, но не виновен. Когда выходили звёздные спикеры, многие из них, пурпурный цвет моих счётчик становился ярче софитов, которые висели на сцене. Да? Я напоминаю, что у меня всего две руки. И, в общем, известие Холл, который нас принял, он нас принял, с ним кто-то договорился. Офис продаж, который привёл примерно 600 человек на этот форум, он привёл 600 человек. Причём со многих стран СНГ. И ещё ряд пунктов, по которым я мог бы быть виновен, потому что непосредственно мои две руки за них отвечали. Я смелюсь сказать, что он был выполнен хорошо. Очень хорошо. Но у меня всего две руки и есть другие руки, за которые мои щёчки наливались пунцом. Исчерпывающее всё. Здесь всё понятно. Также у вас был создан форум Energy. Ты по-прежнему являешься там соучредителем? Не являюсь. Оттуда я ушёл. В общем, мы можем сейчас повторить с тобой разговор про Season Education только в формате Energy. Всё. Но, слушай, здесь важно сказать, я напоминаю, что это две звёздочки на моей личной аллее славы моих проектов. Это два важных в моей жизни мероприятия, которые меня лично многому научили. Да и всё-таки, ну давай мы не будем... Это всё-таки история, которая пришла не к тому, к чему должна была прийти, но сначала шагала она хорошо. И вот эта золотая дорога из золотого кирпича, по которой эти проекты шагали в начале, она, в общем, много дала и людям, которые в начале туда приезжали. Да и кому-то из тех, кто приезжал в конце, она тоже что-то дала. Эти проекты были не зря, они были совершенно не напрасны, но наступает момент, когда по разным причинам они должны закрываться. Они могут закрываться триумфально, могут закрываться с лёгким осадком неуверенности и сожаления, что, в общем, и произошло. Но когда-то они были хороши. Считаешь ли ты, что в данный момент есть, может быть, какие-то классные обучения, классные форумы, либо все форумы говно? Значит, на данный момент хочется сказать, что нет ни одного форума и при этом их очень много. Их действительно очень много. Настолько много, что я уже не знаю основателей, которые их делают. После того, как раз, как мы сделали вот эту вот череду из мероприятий образовательных, пошли, их стали делать все. Я не скажу, что это щекочет моё самолюбие, но это факт. Факт медицинский, то, что называется. Ну, я, наверное, не буду говорить про форумы, на которых я не был. Скажу только, что я на них не поехал, да? Не поехал бы, и я на них не поехал. Могу ли я посоветовать чьё-то обучение? Давай я скажу так. Я могу посоветовать нескольких людей, чьё обучение, которые... Давай не так, нет. Слово обучение, знаешь, что, к сожалению, такое уже запятнавшее свою семантику слово, которое ассоциируется совершенно не с тем, с чем должно ассоциироваться. Вообще, учителя и педагоги это замечательные и важнейшие люди в нашей жизни и нашей планете. Но большая беда, и особенно сейчас, что под видом педагогов, учителей, людей, которые знают методологию преподавания, которые знают методику, которые хорошо разбираются в вопросе, за место этих людей появляются люди, которые не знают совершенно ничего, но которые очень уверенно могут рассказывать, что они знают всё. И это большая беда. Как это, знаешь, среди слепых одноглазый царь. Вот это вот фраза, которая описывает современное обучение в нашей индустрии. Поэтому я не буду рекомендовать чьё-то обучение. Я могу сказать про нескольких людей, которые, и я это действительно знаю, и я в этом уверен, обладают методологией обучения и хорошо разбираются в своём вопросе. Кто они называют? Давай мы назовём. Среди организаторов я могу назвать только, наверное, подожди, сейчас я маленькую ревизию внутри своей головы проведу, чтобы кого-то не забыть. Так, так, так. Ну вот из тех, кто предлагает обучение, я могу сказать, что это, безусловно, студия Безеи Вера Минина. Это, в общем, человек, на чьих обучениях я сам был не раз. Мы с Верой хорошо знакомы. Поэтому я, положа руку на сердце, могу рекомендовать Веру. И это будет Денис Решетов среди ведущих. Важная ремарка. Что касается обучения. То есть, я не рекомендую этих людей, как тех, кому надо бежать в друзья. Но что касается обучения, безусловно, это люди, которые могут дать много. Наверное, есть ещё люди, они, безусловно, есть, но это те, за кого я могу поручиться. Если вы хотите поднатаскаться, то, что называется, не обязательно вам идти к кому-то на то, что называется обучение. На самом деле, я бы советовал взять персональную консультацию у людей, которые вам, во-первых, приятны, которые вам интересны, которые могут подтвердить свою квалификацию на деле, которые что-то сделали весомое, и взять, не рваться к ним на курс, не ждать, когда они там запускают персональное обучение, какой-то поток. Возьмите персональную консультацию, пообщайтесь с человеком один на один, задайте ему предметно те вопросы, которые вам интересны, и получите предметные ответы. Это даст вам, возможно, гораздо больше. И, кстати, то, что вот говорил Лёша, не нужно сейчас писать, опять же, всем в директ и клянчить консультацию, нужно быть адекватным и сразу же спрашивать, сколько будет стоить такая консультация, и даже если у человека нет, все равно предложить ему какие-то средства, потому что он тратит свое время. Ну, если вам повезет выклинчить консультацию бесплатно, да, флаг вам в руки. Но навряд ли это у вас получится, это, конечно, не очень красиво. И есть еще один момент, а не считаешь ли ты, что как раз-таки форумы скатились вот в какую-то яму, потому что приезжают люди не для саморазвития, не для повышения своего уровня, потому что приезжает пятьсот, шестьсот ведущих, которые говорят дайте конкурсы, конкурсы, это когда будут новые конкурсы. Слушай, ну даже в школе есть первый, второй, третий и так далее, до одиннадцатого класса, в которых учатся люди с разным набором знаний, компетенцией и с разным запросом на новые знания. Есть форумы для первого класса, есть форумы и обучающие программы для средней школы, есть университет, да, есть универ, ну вот, это такой жанр. Есть комедия, есть драма, есть боевики, нет уже такого, что ты приходишь на комедию и жалуешься, что здесь почему-то никто не стреляет, ну так надо было идти на боевик. То же самое, если ты приходишь в первый класс, если ты поступаешь в первый класс, не надо жаловаться, что здесь тебе не рассказывать, что такое катангенс или катет. Ты говорил про свой новый проект, можешь ли ты приоткрыть немножко завесу тайны и рассказать хотя бы чуть-чуть, возможно, тезисно, о чем он будет, потому что не так давно тебе пришло 200 анкет от соискателей, которые хотят тебе в этом помогать, которые хотели бы с тобой дружить и которые видят тебя на самом деле как шанс зацепиться и попасть во что-то новое. Что это будет? Вот это как раз к вопросу про связи и новые знакомства, о котором я говорил. Если вы видите анкету, которую вам предлагают заполнить интересный для вас человек, заполняйте, особенно если планируете переезжать в Москву. Я действительно немножко тебе могу рассказать, это немножко будет заключаться в том, что если все получится, я совершенно не верю, что получится, это абсолютно новое для меня море, в котором я еще не плавал, хотя, в общем, плавать я научился, это будет осенью, октябрь или ноябрь, остальное вы узнаете из моих сторис. Следите за сторис Леши, сейчас здесь появится ссылка на его инстаграм, подписывайтесь. Не зря пришел уже, спасибо, дорогой. У тебя есть проект, дизайн-проект, именно... Студия дизайна. Студия дизайна. Ты занимаешься разработкой сайтов. Как вообще ты к этому пришел? Потому что я ни разу не видел, чтобы у тебя была какая-то особая тяга к дизайну, чтобы ты что-то отрисовывал, ты являешься идейным вдохновителем или ты все сам делаешь руками? Ой, это интересная история. Это студия дизайна, это вот такое следствие карантина, который мы все пересидели. У меня он переродился вот в такой проект. На карантине что-то надо было делать. У меня вообще вопросов с тем, чем занять свое свободное время никогда не возникает. Я очень много читаю, я очень много чего смотрю, мне вообще очень интересно жить на самом деле. Но вот в карантин надоело абсолютно все в определенный момент. Уже ничего не радовало. И вот как-то так получилось, что я постепенно начал что-то там на тильде в фотошопе верстать. Своими ручками что-то делать. Там себе, кому-то еще. Ну, просто такое хобби у меня появилось. Знаешь, как кто-то гортензию на подоконнике поливает, вот я начал заходить в тильду и что-то там делать. И в какой-то момент я понял, что делаю уже неплохо. И постепенно я сделал своими вот этими вот двумя руками сайт для пары проектов, которые у нас после этого появлялись. И в общем понял, что мне это нравится. Я в этом относительно разбираюсь, и это можно монетизировать. Многие знают, что такое тильда, и там есть шаблоны, а есть более глубокая проработка, она называется зароблок. Не, ну безусловно, шаблоны, это в общем там справится даже ведущий из первого класса, как мы их уже охарактеризовали. Нет, это конечно зароблоки, это конечно уже глубокий дизайн. Я много чего посмотрел, много чего изучил, много чего сам там накликал. И в общем стало получаться, я нанес себе нескольких дизайнеров, подтянул некое количество своих собственных связей, в общем, да, студия заработала. Она заработала, доработалась, я бы даже сказал, до того, что мы сейчас совершенно не ведем уже социальную сеть, которую нежелательно называть, они как-то валятся сами собой. Я даже хочу сейчас, не как руки, у меня же их всего две, я снова напоминаю, никак не доберутся до того, чтобы автоматизировать процесс, нанять там уже второго менеджера и самому вот так в сторонку отойти, а это все уже на потоке, чтобы работало. То есть, в данный момент дизайн студия работает? Да, все прекрасно. Я тебе скажу больше, я даже замечаю иногда в директе несколько заявок на новые сайты, я сам не отвечаю, менеджер, видимо, тоже пропускает, я даже и не напоминаю. Настолько уже там работает все и настолько моих двух рук не хватает. Кайф, кайф. Это опять же к вопросу о бизнесе и к вопросу о том, что делать ведущему. То есть, заниматься. вообще, это неправильная постановка вопроса, что делать ведущему. Знаешь, многие тоже на тех же форумах, особенно на форумах первого класса, первого класса не в смысле ламборгини, а в смысле ранец, пенал и сменка, задают вопрос, что делать ведущему, как мне лучше вести, чем заниматься. Не надо спрашивать, что делать ведущему. Не надо спрашивать, что делать учитель, что делать журналисту, надо спрашивать, что делать человеку. И в первую очередь человек. Ваша профессия это отражение вас как человека с определенным набором профессиональных навыков. Развивайтесь как человек. И развивайтесь не в смысле сидите в позе йога, оплачивайте коуча и ходите к психотерапевту. Хотя если надо, ходите. А в смысле прочитайте хорошую литературу, разбирайтесь в архитектуре, познакомьтесь с хорошими режиссерами, познакомьтесь с кинематографом. Не просто смотрите под попкорн или под винчик какой-нибудь там блокбастер по вечерам, посмотрите Сокурова, посмотрите Балабанова, посмотрите Тарковского. Начните именно разбираться в кинематографе, начните вообще хоть в чем-то разбираться. Это очень важно. Не просто потреблять, а разбираться. И тогда поверьте, и как ведущий вы тоже станете гораздо интереснее. Как раз начал говорить про фильмы, начал говорить о том, что ты много читаешь. И интересно было бы узнать вообще, как ты расширяешь свой кругозор, потому что я регулярно вижу у тебя в сторис, где ты... Когда все среднестатистические ведущие показывают там свой вид из окна, это или погоду, либо в крайнем случае они пошли на концерт, а еще, ну, эти конченые сторис, когда у них свадьба огонь прошла, то у тебя сторис... Ребята, давай мы скажем нуждающимся. Если вы в сторис пишете, что у вас свадьба огонь, я бы рекомендовал пересмотреть эту формулировку, потому что, возможно, именно она не позволяет вам повышать чек. Ребята, свадьба огонь, это уже не огонь. Я про то же. Я смотрю твои сторис, и ты показываешь о том, что ты ходишь в театры, ты постоянно посещаешь какие-то интересные мероприятия, те, на которые любой, даже сейчас не ведущий, а прям среднестатистический человек, но просто бы не пошел из-за своего образа мышления. То есть, как ты пришел к походам в театры, как у тебя вообще привилась к этому любовь, как это получилось? Наверное, все началось в моем случае с литературы. Я вообще из очень читающей семьи. У меня родители в квартире, где я когда-то в детстве жил, из которой я когда-то съехал, все заставлено книжными стеллажами похлеще, чем в какой-нибудь уездной библиотеке. В общем, у меня в семье всегда все читали. Я вообще из семьи филологов. У меня мать учитель английского и русского. У меня сестра китаиста и преподаватель английского. Вообще из семьи педагогов. Бабушка у меня математик-физик. В общем, у нас всегда все очень много читали. Ну, это же вопрос воспитания. Как тебя воспитали, то тебе интересно. Та этическая система координат, которая у тебя в голове сформировалась, те интересы, те какие-то ориентиры. Вот это все из детства идет. В общем, я это все впитал, и вот у меня появилась потребность. Мне надо читать. И я стал читать. Постепенно, когда ты начинаешь вообще чем-то заниматься, даже если ты каким-то неприятным процессом ты начинаешь заниматься, в какой-то момент тебе им заниматься становится проще, и даже что-то интересное ты в этом находишь. А если процесс изначально интересен, и в какой-то момент ты начинаешь понимать ценность того, чем ты занимаешься, то твой запрос на это занятие возрастает в разы. С литературой это происходит в любом случае. Ну и вот через литературу постепенно стал открываться мир для меня интересных новых людей, интересных новых лекторов, новых направлений в искусстве, новый театр, там русский театр, английский театр, разные театральные школы. Мне очень нравится, что делает Янкаускас, например. Я просто смотрю телеграм-каналы, некоторые у ивентеров их не так много, как правило. Слушай, была недавно мода, что у каждого должно было быть свое ютуб-шоу, сейчас мода, что у каждого должен быть свой телеграм-канал, я тебя умоляю, а не у всех. Кстати, да, телеграм-канал есть у всех, но те каналы, которые было бы интересно читать, Их нет ни у кого. И вот есть буквально парочку телеграм-каналов, один из них это канал Одиса, называется он 11 канал, где он пишет какие-то вещи про ивент за Одисом, там все следят, заглядывают ему в рот и делают копипасты просто его и постов в телеграме и в инсте. А есть твой телеграм-канал, куда ты выкладываешь, там немного подписчиков, к сожалению, но ты туда выкладываешь какие-то свои мысли, которые ты не всегда можешь транслировать в инсте, и еще ты туда выкладываешь стихи, стихи Зорина. Есть такой хэштег у меня, да. И я видел, что некоторые стихи прям собирают большой ажиотаж к себе. Как ты вообще... А было прикольно, когда Валера Храпов репостнул один на... Вот. Как ты пришел к стихам, почему ты решил выражать свои мысли через них, причем ты выражаешь там мысли достаточно иронично, стебно, но с мозгами. Это подкупает. Как ты к этому пришел? Слушай, мне всегда безумно нравилось вообще работать со словом. Все, что связано со словом, меня всегда очень цепляло. Ну, я напоминаю, что есть семьи филологов. И что есть две руки. И что есть две руки, это в первую очередь. Если собрать всю нашу семью филологов, руку будет больше, конечно. Мне всегда было интересно, как написано то или иное произведение. Мне всегда была интересна структура повествования. Мне всегда был интересен феномен интересного. На эту тему философии очень много дискуссий, вообще что для человека интересно. Есть разные мнения на этот счет. Есть мнение, что интересно то, что для человека имеет потенциальную опасность. Есть мнение, что человеку интересно то, с чем он сам никогда в жизни не рискнул бы столкнуться впрямую. В общем, все, что... И вот то, как это передается через слова, это у меня вызывало такую легкую изжогу от того, что я это не понимаю, но хочу понять. И, в общем, в какой-то момент я стал не только читать, но стал и писать. У меня там в стол пара романчиков пишется сейчас. Может, когда-нибудь я их издам. Там периодически в моменты или какой-то легкой меланхолии, или наоборот, когда надо скоротать время, я сразу какую-то малую прозу набрасываю. В том числе под это увлечение подпадают и какие-то сиюминутные порывы высказаться емко и хлестко по тому или иному поводу. И для меня, в общем, самый органичный и интересный способ высказывания это вот такая стихотворная форма. Я не про Ямбхары, условно, а в целом про формат. И вот когда я вижу какую-то новость, да, я сейчас там про новости что-то накидываю, когда я вижу какую-то ситуацию, которая случилась в ивенте, например, как с Валерой Храповым, опять же, у меня, в общем, появляется на этот счет какая-то мысль, я довольно быстро вот в такое стихосложение ее притворяю. Сразу же, просто не все в курсе контекста. Можешь ли ты рассказать про контекст той ситуации, которая случилась с Валерой? Подписывайтесь на канал Валеры Храпова, вы будете знать все, что происходит с Валерой Храповым. Объемно. За кем ты следишь в московском ивенте? И, может быть, из ведущих, из агентств? Мне очень нравится то, что делает Олег Белецкий. Ну, в общем, Олег Белецкий, в общем-то, один из немногих, кто вообще что-то делает, делает это очень успешно. Топ-15, топ-100, это проекты, которые, в общем, сформировали индустрию. Благодаря именно этим проектам во многом, некоторые из нас стоят выше 100 тысяч и так далее, благодаря им появился некие тренды, некие стандарты качества, некие запросы от клиента на эти стандарты качества. И, в общем, начало формироваться то, что мы как раз-таки сейчас называем индустрией. Какое-то движение пошло, и это стало приобретать какие-то осязаемые рамки, с которыми клиент может соприкасаться уже действительно как с индустрией. Мне нравится то, что делает Олег. Я, наверное, нахожусь периодически под впечатлением от того, что делает агентство Bon Weddings. Миша Снаиной, привет, ребят. Мне, безусловно, нравится, какими семимильными шагами идет свадебная студия Безе. Вер, привет. Ну и, наверное, из ведущих я тебе никого не назову. Мне ни за кем совершенно неинтересно следить. Ну вот, видишь, организаторы, агентства – это люди, которые все-таки работают с осязаемой материей. Они, в общем, тоже совершенно бессмысленные, на самом деле. Ребят, извините, это так. Без вас можно обойтись, без вас обходились, и без вас будут обходиться. Но они все-таки созидают, они действительно создают. То есть то, что делают они, это сложно, и вот это уже действительно претендует на определенное искусство. Есть ли у тебя какой-то ориентир, может быть, если ты из ведущих за кем не следишь, то к какому идеалу для себя ты стремишься? Я не слежу за ведущими как за ведущим, но я слежу за некоторыми ведущими, потому что они мои друзья, они мне интересны как люди, а не как ведущие. С этой ремаркой, наверное, мы можем продолжить. К какому идеалу я стремлюсь? Слушай, ребят, важно вообще, не надо стремиться к какому-то идеалу. Вообще идеала не существует. Не надо задавать себе какие-то... Это вообще очень неправильный образ жизни. Он сейчас довольно модный, но он неправильный. Вот эта вот история, что ты ставишь некую планку, до которой тебе надо дорасти, которую тебе надо перешагнуть, некий набор чекпоинтов или там аванпостов, через которые тебе надо пройти, получить эту премию, заработать в этом месяце или в этом квартале столько-то, там сделать... Не надо так, не надо. Это неправильный подход. Вы себя изнуряете этими на самом деле эфемерными, совершенно бессмысленными целями, и ваша нервная система сильно страдает, когда вы их не достигаете. Это неправильный подход к жизни и к работе. Вообще жить и работать надо в удовольствии. Это во-первых. Если вы думаете, что достигать чего-то, грызть землю зубами доставляет вам удовольствие, это ваша иллюзия. Рекомендую пересмотреть. Все надо делать в удовольствии, все надо делать легко. Вообще жить надо легко. Это очень важно. Надо стараться избавляться от вещей, которые вгоняют вас в некие рамки и в некие обязательства. Это совершенно никак вам не помешает продолжать работать. Это наоборот создаст для вас комфортную почву, комфортную среду и комфортные условия, в которых вы по-настоящему начнете раскрываться, цвести и реализовывать по-настоящему то, что вы хотите, но делая это в комфортном, спокойном и удобном для вашей жизни ритме, не забывая при этом жить. Здесь с тобой не соглашусь. Давай, поспорь со мной. Именно по фактам. Когда-то ты мог везти за 20 тысяч рублей и у тебя не было денег, вы жили втроем в квартире. Все. Очень романтично было время. Прекрасное время, комфортная среда. И если бы ты не грыз землю и не создал форум, если бы ты не сделал студию дизайна, это же все выход из той самой зоны комфорта. А вот неправильно ты компретируешь. Вот смотри, у меня совершенно не было цели, что мне надо к концу 2020 года создать форум. Что мне надо к концу вот этого вот года обязательно заработать уже не за 20, а за 40, например, тысяч. Да не было этого у меня. И студию дизайна я создал не потому, что так мне нужен бизнес, мне нужно повысить в этом квартале на столько-то процентов свою прибыль, там тот-то, тот. Нет, у меня просто появилось классное хобби, которое я смог монетизировать. Да? Если бы у меня были цели, значит, вот у меня есть время с сентября по январь, за которое мне надо повысить свой чек на столько-то. Мне надо создать столько-то форума, два форма, один energy, один season education, здесь заработать столько, здесь заработать столько, людей привезти сюда столько-то, людей привезти сюда столько-то. Если я это не выполняю, у меня там какая-нибудь цена слова, если, знаешь, вот это модная история, тоже вот это еще в stories выкладывать, что ребята, я вот перед всеми заявляю, я вот это выполню. Это самое плохое, что вы можете сделать. Ребята, не делайте так. Не уничтожайте свой искренний потенциал и любовь к своему делу и к своей жизни. Продолжайте работать, продолжайте читать хорошую литературу, продолжайте просыпаться с утра не с заваленным звонками телефона или с ощущением обязательств, которые вам надо сегодня выполнить, а с ощущением удовольствия от нового дня, от созерцания прекрасных солнечных лучей, которые падают вам через окна на вашу постель и так далее. Не надо вгонять себя в рамки, в обязательства и так далее. Тогда ваш... Здесь, смотри, я, наверное, вижу, что ты сейчас хочешь мне противопоставить. Возможно, ты хочешь сказать, что есть люди, которые ничего не будут делать, если у них не будет такого пинка под задницей. Действительно, в краткосрочном периоде это может помочь. Но это история про то, что выиграешь в моменте, но на дистанции проиграешь. Надо изначально закладывать правильную модель поведения, модель мышления и образ жизни, которые смогут тебе служить верой и правдой на протяжении всей твоей замечательной, я надеюсь, жизни, которые в какой-то момент не подведут тебя, не доведут тебя, в которых ты в какой-то момент не разочаруешься, а продолжишь идти теми самыми семимильными шагами, получая от жизни от того, что ты делаешь настоящее удовольствие. Находясь в состоянии абсолютно профессиональной личной свободы и будучи ни от кого независимым, а в первую очередь независимым от самого себя, потому что ты сам себе что-то пообещал, тебе сейчас надо как раз прогрызть землю не потому, что это просто, ну, надо выживать или там тебе нравится это делать, а потому что есть некое обязательство, которое тебе надо выполнить, а потом расстраиваться из-за того, что ты его не выполнил или выполнил, как-то не так, потом в два раза сильнее грызть землю в следующий раз, когда ты попробуешь добраться до некого чекпоинта, еще больше расстраиваться, когда ты до него не доберешься и так далее. Не надо так жить. Изначально закладываем правильный образ поведения и образ жизни, когда ты живешь легко, когда твои цели, твои желания формируются не потому, что надо, не потому, что этот заработал больше, не потому, что так сейчас правильно, не потому, что ты вписался в какой-то марафон и так далее, потому, что ты действительно хочешь работать в этом направлении, тебе это интересно. Вот только так и никак иначе. Это очень важно с самого начала заложить эту правильную модель поведения. Если ты поедешь на сломанной телеге в дальний путь, она у тебя на каком-нибудь первом бураке или рытвине колесом попадет в прогалину, сломается, и тебе надо будет как-то здесь чинить, мучиться и как-то добираться уже окольными путями дальше до конечного пункта. А если ты изначально на работающей хорошей телеге в эту дорогу отправишься, ты, скорее всего, прекрасно доберешься. Отвечаешь, конечно, на вопросы, как депутат. Витиота! На самом деле здесь понятно, и я думаю, что все-таки у многих, кто посмотрит это, будет сейчас вопрос в голове. Ну, тебе легко говорить. Во-первых, ты уже в Москве. Во-вторых, ты уже создал форум и уже успел закончить там свое участие. Ты уже находишься на определенном пути, ну, на пройденном, когда тебе легко говорить о том, что делайте в кайф. Вот. А было бы круто, чтобы ты сказал еще мнение какое-то людям, вот которые сейчас, возможно, они где-то находятся в регионе, они смотрят нас, смотрят с интересом и думают, вот, а мне-то что делать? Ну, да, мне кайф, а мне вот кайф YouTube смотреть. Сидит человек и смотрит. Вот мне кайф смотреть YouTube. И веду я там за 25 тысяч рублей, тамада плюс диджей, все. И как людям выбраться вот из, с этого уровня перешагнуть на другой? Твое мнение. Значит, самое важное, что вообще нужно делать в жизни, и без чего жизнь вообще как такова и невозможна, я так по-философски отвечу, потом выведу уже на большую конкретику, это движение. Опять же, вспоминаем, если ты будешь 40 дней лежать на какой-то тахте и не двигаться, у тебя все атрофируется, у тебя и, в общем, у любого живого организма. Если ты какое-то растение закроешь в каком-то прозрачном, чтобы солнце проникало и там все-таки фотосинтез происходил, чтобы оно не умерло, но, тем не менее, ты ограничишь его движение, вот запрешь его в некую клетку, чтобы оно не могло расти, оно у тебя превратится в уродливое растение, ветки искривятся, и, возможно, оно погибнет. Самое важное в вашей жизни это движение. Значит, вы должны постоянно находиться в движении, не только в физическом смысле работать руками, ногами для того, чтобы у нас не атрофировались мышцы, вообще правильный обмен веществ был и правильно циркулировала кровь по организму, разнося кислород для вашего мозга в том числе, но и в движении касательно ваших действий, касательно ваших интересов, касательно ваших знакомств, касательно ваших увлечений и всего остального. значит, вы можете с любыми установками надо достигнуть, просто хочется, что-то еще, задаться целью переехать в Москву или любой другой целью задаться, но какие бы установки у вас ни были, какая бы так называемая мотивация вами не владела, успех операции зависит исключительно от того, насколько вы к этой операции подготовлены. Да? Для того, чтобы быть подготовлены к переезду или к любой другой задаче в вашей жизни, вам нужно дойти до того момента, когда ваших способностей, когда ваших знаний, когда вашего ума, когда вашей уверенности, вашей самодостаточности и целостности, на это хватит. Значит, лучшее, что вы можете для себя сделать, я буду повторяться сегодня, это взять хорошую литературу, прочесть какой-то учебник, посмотреть хороший спектакль. Вы должны дозреть, понимаешь? Вы должны быть дозревшими до момента переезда, для того, чтобы, когда вы переехали в Москву, вы не обосрались здесь, а вы смогли завести новые знакомства, для того, чтобы вы были этим людям интересны, с которыми будете здесь знакомиться и которые смогут вам в дальнейшем помочь. Для того, чтобы в какой-то сложной ситуации, например, полного отсутствия денег или вашей первой стычки с каким-то московским организатором, когда вами недовольны или вас просят что-то сделать, для того, чтобы у вас хватило ваших, в первую очередь, умственных, интеллектуальных навыков, которые конвертируются в навыки коммуникативные, эту ситуацию разрулить и не пропасть. Для того, чтобы ваших знаний, вашего опыта, который вы либо получили, своим эмпирическим путем, на собственном опыте, либо который вы подчеркнули, опять же, из каких-то хороших романов или из исторических книг, вообще лучший учебник жизни, это качественная литература и исторические книги, хватило на то, чтобы в этой ситуации не пропасть, для того, чтобы вы поняли, как себя повести. И в первую очередь, у вас появилась уверенность, понимание жизни, понимание, насколько все переменчиво и насколько, находясь сегодня на дне и отправляясь на первом Сапсане в Питер работать за 20 тысяч, насколько эта ситуация может зеркально повернуться через два года и вы уже, вы поедете в Питер не на Сапсане, а на бизнес-классе не за 20 тысяч, а за 200, и это понимание вам очень сильно поможет, и оно должно у вас быть, а это опять же опыт, это опять же ваша интеллектуальная и личностная, в первую очередь, зрелость. Вы должны продолжать свое интеллектуальное и личностное развитие. Не как говорят какие-то коучи и так далее, вот тебе набор мантр, вот тебе набор установок, будь более ответственным, чушь, забудьте, забудьте. Вы должны быть развитым человеком, у которого есть жизненный опыт, а жизненный опыт можно получать опять же из искусства, из литературы, из самого разного развития, но развития, которое происходит посредством соприкосновения с какими-то действительно материальными, осязаемыми и наполненными вещами, понимаешь? А вот когда вы дозреете посредством собственного образования, посредством собственного воспитания, интеллектуальной гигиены, коммуникативных навыков и так далее, тогда вы уже, в общем, не будете задаваться вопросом, а как мне переехать? Если вы задаетесь вопросом, а как вам переехать, у вас в голове нету представления, как это сделать, вы еще не дозрели, вам не этим вопросом надо задаваться. Вам нужно продолжать вот это движение в прямом и переносном смысле для того, чтобы вы дозрели. А когда вы дозрите, вы уже и сами поймете. Ну, в принципе, все. Спасибо тебе, Леха, большое за то, что уделил время, приехал на край любимого города и рассказал. Очень интересно. Мне искренне прям было по кайфу послушать твою точку зрения. Интересно было послушать про твою новинку, которую ты так, к сожалению, не раскрыл. Ну, увидим все в сентябре. Тебе спасибо огромное. Если хочешь что-то еще сказать, пожалуйста. Дорогой, спасибо тебе, что пригласил и что позвал. Была классная беседа. Все, кайф. Ес? Да. Снято? Да. Супер. Охренительно. Все нормально? Абсолютно.